друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить что-то очень вкусное но перед тем как посмотреть рецепт обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео и готовить мы с вами сегодня будем куриную печенку это одно из моих самых любимых блюд я просто обожаю честно не совсем понимаю людей которые не любят куриную печенку и готовить мы ее будем не совсем обычным способом мы ее не просто обжарим а добавим еще и яблочко нам понадобится всего четыре ингредиента куриная печенка она у меня охлажденная большая луковица зеленое яблоко и обычная сметана у меня жирность 15 процентов и начала мы с вами обжарим печенку я еще раз напомню что она у меня охлажденная она мне нравится намного больше потому что она получается мягкой и нежной замороженной печень такой никогда не получится если у вас есть возможность купить охлажденную пожалуйста пойти и мы с вами просто берем сковородку наливаем немножко растительного масла и просто обжариваем печень до готовности муки и обваливать не нужно солить тоже пока что не нужно пока печень у нас жарится мы с вами лук нарезаем на полукольца и зеленое яблочко режем на дольки в принципе если у вас зеленого яблочка нет можно взять абсолютно любое которое найдется смотрите когда печенка у нас станет наверно вот такой консистенции мы ее можем выключать мы с вами еще доготовим пока что перекладываем ее в другую тарелочку и в этой сковородке мы будем с вами обжаривать лук что делаем дальше мы доверяем печень до пол готовности теперь снова наливаем сковородку растительное масло и будем обжаривать лук а потом добавим к нему яблочки когда лук у нас станет золотистого цвета мы добавляем яблочки и жарим все вместе еще примерно 3-5 минут теперь добавляем сюда же в сковородку печенку добавляем сметану наливаем водички накрываем крышкой и тушим примерно минут 10-15 я сейчас еще это все перемешаю немножечко чтобы у нас сметана равномерно распределилась чтобы печенка смешалась с луком с яблочками потому что все будет давать сок и получится очень вкусно смотрите накрываю крышкой готовить буду на самом тихом огне примерно минут 15 и за 5 минут до окончания я это все посолю и попробую на вкус потому что если сейчас посолить печенку то она вполне вероятно получится жесткой если мясо солить в конце то она будет мягче и вкуснее друзья печень у нас получилась просто волшебная лук закарамелизовался он стал сладким дал сок яблочки тоже дали сок печень поготовилась вместе со всем этим и стало еще вкуснее мало того она у нас не замороженная охлажденная поэтому она получилась очень нежная такая печень подойдет вообще к любому абсолютно гарниру у нас сегодня будет картофельный пюре с брокколи ней можно сварить просто макароны рис гречку все что угодно потому что не еще очень вкусная подливка со сметаной то есть сок печенки лука яблочко кисленького и нежная сметанка подливка просто великолепная поэтому даже самый сухой гарнир с этой печенкой и подливкой получится волшебным обязательно ее готовьте ставьте лайк этому видео пишите ваши отзывы и подписывайтесь на мой канал пока